На Соколе спустя долгие пять лет начался ремонт улицы спортивной площадки. По улице Гагарина рабочие активно занимаются благоустройством дворовой территории. Мэр областного центра лично приехал посмотреть, как ведутся работы и на каком этапе они находятся. К счастью, больших проблем, из-за которых можно беспокоиться, нет. Все идет четко по плану. Однако, градоначальник внес некоторые поправки в происходящее. Например, он указал на то, чтобы рабочие убрали ржавые заборы и старые шины, которые также служат неким ограждением, потому что все это портит внешний вид Сокола. В этом году мы нашли все-таки возможность, чтобы здесь асфальтировать. Кроме того, что вот по улице Гагарина мы сейчас проедем, покажете гражданам, как мы готовим спортивную площадку для того, чтобы уложить травмобезопасное покрытие. И еще один спортивный корт, волейбольная площадка будет комфортная, удобная, безопасная. Ну и ямочный ремонт тоже на Королево-7 и дальше пожарная часть. Кроме облагораживания дворовой территории, в скором времени начнутся активные работы на спортивной площадке. В плане уложить травмобезопасное покрытие, потому что в основном там занимаются дети, которые ходят в спортивные секции неподалеку. Изначально там планировалось установить паркурную площадку, но в конечном итоге решили, что будет лучше, если на новое покрытие перенесут тренажеры, которые сейчас установлены на бетоне. В Магадане построят новый водовод. Проведут его от мучных складов до микрорайона Пионерный. Протяженность более трех километров реализуют в рамках национального проекта «Чистая вода». Компания «Комтранс» начала работу в июне. На данный момент процесс находится на подготовительном этапе. Находимся на этапе подготовительных работ и копаем траншею для прокладки трубопровода. Ну, если в процентном соотношении, скажем так, порядка 10% от общей массы. Предварительно укладываемся по срокам. У нас сдача в октябре, если не ошибаюсь, в 20-х числах. Согласно календарного плана идем по срокам. Строительство начали еще в прошлом году, поскольку старый водовод отслужил более 60 лет. И, по словам экспертов, обеспечивать хорошей питьевой водой население не может. На данном этапе на объекте задействованы 4 единицы техники на земельных работах. Укладывать трубопровод и обустраивать колодцы будут рабочие вручную. Организация ресурсная, у них как бы все есть. Деньгами по выполненным работам мы полностью обеспечены. Поэтому мой визит сегодня как раз связан с тем, чтобы было выполнение июльское в рамках тех график, которые есть. Это 15 миллионов рублей. Они их должны освоить и дальше двигаться не останавливаться. Все материалы у подрядчика есть. Поэтому я надеюсь, что вот эта проблемная нить водоснабжения микрорайона Солнечный от Пионерного будет все-таки закончена в этом году. И мы получим надежный и чистый источник водоснабжения. Может быть, даже это и повлияет и на качество питьевой воды, которая поступает в дома жителей микрорайона Солнечный. Готово уже тысячи метров траншей. В июле должны прорыть еще 600. Уборку детских площадок в столице Магаданской области решили отдать на аутсорсинг. В прошедшую пятницу состоялся аукцион, организованный мэрией Магадана. И сегодня комиссия подвела его итоги, назвав победителя. Мы отторговали закупку такую на содержание детских площадок на территории муниципального образования города Магадан. Это не только город непосредственно, но это и поселок Родист, и Снежный и так далее. То есть, по-моему, 317 площадок, если я не ошибаюсь, в общей сложности. Как ни странно, вышло к нам 4 участника, потому что, как правило, все-таки у нас немного участников на торгах. Но тут было 4 участника, состоялся аукцион, произошло снижение цены. И вот где-то буквально через полторы недели мы должны заключить контракт уже с победителем. Это общество с ограниченной ответственностью «Технократ плюс». В содержание детских площадок входят следующие виды работ. Уборка мусора на территории, покос травы, освобождение от мусора урн, подметание. Ранее этим должны были заниматься управляющие компании, но фактически они самоустранились. При этом содержание самих игровых форм, качелей, каруселей, детских игровых комплексов остается за комбинатом зеленого хозяйства. Стартовала вторая смена в летнеоздоровительных лагерях. Снежный энергетик и юный турист приняли в свои ряды 218 юных магаданцев с учетом наполняемости 75%. Открытие провели в игровой форме. Дети-матросы, вожатые пираты. Ребятам нужно было отвоевать флаг, с чем они исправились. Также воспитанники прочитали речевки и девизы своих отрядов. Литмотив этой смены – море. Мероприятия на самом деле запланированы ежедневно, как общелагерные, так и внутриотрядные. Мероприятия в тематику смены. Тематика смены у нас в этом году морская, по волнам приключений называется. Мы путешествуем по трём книгам Жуля Верна. Это «Дети капитана Гранта. 20 тысяч льи под водой». Тематика этой смены. И финальная будет у нас, получается, «Таинский остров». Ну, конечно же, такие фестивали, как «Фестивальник Туна», «Карты сокровищ», «Конкурсы рисунков», «Гроза морей», «Амазонка», «Морской бой», «Межлагерь медвестивания», «Шоу-инфровизация», «Один в один». Очень много. Всех не перечислишь, потому что на каждый день есть своё определенное тематическое мероприятие. Также в лагере действует система дополнительного образования – от декоративно-прикладного творчества до журналистики. Для детей в лагере предусмотрено шестиразовое питание. С ребятами работает большой педагогический состав – более 30 человек. Смена продлится с 1 по 21 июля. В Магадане продолжается приём заявок на городской смотр-конкурс «Северное соцветие-2021». Он проводится в областном центре в шестой раз. Основная его цель – благоустройство города. Принять участие могут как организации, так и горожане. В этом состязании магаданцы будут соревноваться в украшении своих дворовых территорий. Проведут смотр-конкурс в три этапа. Приём заявок на участие, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территорий, определение и награждение победителей. Организатор мероприятия – Управление по делам молодёжи и связям с общественностью мэрии Магадана. Заявки на участие принимаются до 15 июля в Управлении по делам молодёжи и связям с общественностью мэрии Магадана по адресу улица Горького, дом 16, кабинет 407 и 411 или по телефону 200-736 и 200-735. Фотовыставка работ известного фотографа Сергея Бурасовского прошла в библиотеке имени Пушкина. Мероприятие организовало издательство «Охотник» совместно с медиахолдингом «Вечерний Магадан». Фотограф Сергей Бурасовский в Магадане работал долгое время, но уже 20 лет не был на Колыме. Руководитель издательства «Охотник» Павел Жданов представил авторский альбом «Фотограф Сергей Бурасовский. Почти портреты», который выпустил недавно. Настоящая фотография – это то, на что вы смотрите и о чём вы думаете. Знаете, когда вы подходите к фотографии и проходите мимо неё, и задумывались, значит, это не настоящая фотография. Это касается и живописи в том числе. То есть, если вы остановились, начинайте рассматривать. Наверное, это настоящее, потому что вас что-то притягивает, пытаетесь разгадать загадку этого произведения. А если вы прошли мимо, значит, там нет ничего. Сам фотограф Сергей Бурасовский мероприятие посетить не смог в связи с тяжёлой эпид-обстановкой. На фотовыставку приехали её партнёры – представители фонда имени Конрада Аденаура в Германии. Четыре представителя приехали в Магадан. Это иностранцы из них. И они были безумно счастливы. Во-первых, кто-то впервые из них увидел Коломон, увидели наш город. Они под впечатлением большим вчера проводили, уехали. И очень им понравилась сама выставка. Понравились люди, тоже оценили магаданцев на то, что мы гуляем, все такие улыбчивые, доброжелательные и так далее. То есть, у меня была на самом деле гордость за наших земляков. По словам иностранцев, Сергей Бурасовский – это не только фотограф, а настоящий художник. Немецкий фонд имени Конрада Аденаура работает уже 30 лет. Его представительство есть по всему миру, в том числе и в России. Мы занимаемся и политикой, и культурой, и являемся мостом между нашим родом Германии и Россией. И у нас очень-очень много объединяет, у нас очень много партнеров. Здесь Россия и в политике, и в культуре, и в право за концерков. Но такие проекты, как это сегодняшний, это для меня всегда особенный праздник, потому что это действительно один художник, который стоит отдержать. Вечерний Магадан и издательство «Охотник» планируют дальше организовывать такие фотовыставки. Как отметили сотрудники, поддержка иностранного фонда имени Конрада Аденаура для них играет большую роль в организации таких мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова